привет господа пчеловоды сегодня 23 октября и у меня сегодня будет несколько роликов но прежде чем отвечать на какие-то вопросы и советовать мне хотелось бы поговорить о крик души о сегодня на ю тубе на канале парк плюс пишется он вот так вот парк плюс кашковский он отвечает на вопросы пчеловодов это сегодня в живую и учитывая его возраст и учитывая его опыт он отвечает так как он все это знает и все это видит что меня возмущает возмущает меня комментарии которые там продвинутые пчеловоды чтобы пропиариться они используют значит эти медицинские термины что он что-то не так говорит что он что-то там короче что-то он путает и вот это вот меня и возмущает что если уж вы действительно люди и умные люди то давайте учитывать его возраст этот мальчишка рожденный еще до войны и и благодаря его учение его науки советского союза вы родились на его науки вы пошли в первый класс на его науки вы закончили 10 классов пошли свободное плавание разъехались кто куда по европе но пчеловодство у вас вот вы в своих роликах рассказываете о том что сравнивая пчеловодство россии пчеловодство украины пчеловодство россии лежит что она совершенно как бы не развивается а хочется задать вопрос а что вы сделали для того чтобы они поднялись своих роликах ваша наука абсолютно ничего нового не придумала у вас воротоза меньше не стала и судя по вашим роликам которые вы начинаете показывать и проповедовать у себя есть ролики которые июль месяц два этажа додана с магазинными надставками вы разбираете и в соплях со слезами начинаете объяснять что воротоз съел вашу семью что вот вы дошли до такого и что надо теперь все рамки и вы это делаете достаете рамки с расплодом и бросаете небрежно на переплавку вот это ваша наука и учитывая все вот это конечно сейчас вот в этом ролике лечение пчел это человек человек этот ученый это отец нашего пчеловождения конечно он пользуется теми научными то что он как бы еще помнит и на сегодняшний день это уже не мальчик человек который прошел войну который не просто отгреб а который на себе испытал все тягости пчеловодства военные это это тот человек тот ученый который вам говорит что не надо зимовать то на меде на сахаре вы все его не слышите вы все свои сейчас вы в комментариях пытаетесь его ногами чтобы пропиариться что вы такие умные а этот человек этот ученый он так же как и вы в отличие от вас конечно он на своем горбу по всей тайге то таскал свои улья и как кому как не ему знать все тягости пчеловода и именно этот человек подцепил он рассказывал как клещи на нем гирляндами висели он щетками их стряхивал себя и энцефалитный клещ которого от которого он имел долгие годы проблемы он нам людям рассказывал ощущения и что нужно делать и как с этим бороться и как медицина советского союза пыталась этих людей короче это наука это это человек оставляет от себя неужели нужно объяснять взрослым людям что зачем ногами по живому то бессмертный полк сегодня имеет обороты по всему миру и мы русские гордимся нашими отцами вот он отец наш пчелиный отец наш с нами разговаривает и мы хотим чтобы пропиариться ногами по нему почему я русский рожденный в узбекистане живущий в швеции так вот впитал я в себя то что громко со взрослыми в узбекистане попробуй-ка поговори со взрослыми на ты да еще в громкой форме братаны или братья так уделают твою попку что она красная будет неделю и ты будешь чесать эту попку и думать зачем же ты так громко то со взрослыми в швеции по другому здесь за то что ты поднял голос на тебя могут написать это повезло если ты пару миллионов отдашь рассчитаешься а может и не хватит денег будешь сидеть думать как тебе дальше разговаривать со взрослыми а вот это жлобство и быдло которое разрешается в россии вот так со старшими со взрослыми с отцом с паханом со своим разговаривать вот это нормально а потом вы удивляетесь почему наши дети вот так с нами поступают они нас не ценят мы для них столько сделали а они нас не ценят да потому что вы своим примером чтобы пропиариться громко начинаете разговаривать громко вот я всего лишь 4 года назад узнал то я о нем слышал еще когда пацаном был что есть такой ученый кашковский потому что пчеловоды о нем разговаривали но 4 года назад так случилось что так получилось что я начал смотреть youtube и российское пчеловодство и опять таки так случилось это длинная история но так случилось что этот отец мне подарил вот эту книгу видите видите да так еще помимо этого он подписал ее мне олегу олегу кашковский я даже не знал что эта история была это так случилось просто стечение обстоятельств он не знал что у него есть сын в швеции пчелиный сын и он не знает что я его считаю своим пчелиным отцом и он я ему вчера в комментарии отцу своему написал благодаря тебе ты для меня как снегопад снегопад познаний и науки так вот я с этого снега то собрал снежки и у меня есть наука которую я вам сегодня рассказываю у меня есть еще та наука которая вам не рассказываю и не скажу потому что мне надо сначала патент сделать а патент у нас стоит от тридцати тысяч от тридцати до ста эти деньги надо сначала заработать но это все благодаря его лекциям вот эти все семь лекций которые я слушал о пчеловождении и семь лекций о болезнях благодаря ведь я же вам рассказываю что я так греб сам было море вопросов почему так почему так почему так я знал как лечить болезни но я не знал откуда начинается и как это называется и я еще очень многие моменты не мог в кучу то собрать а когда слушал его лекции у меня все когда по полкам разложилось то у меня снежки стали получаться и я увидел совершенно другую картину я то вам ее вам сегодня рассказываю я знаю что сегодня вас мало но у вас будет много очень много потому что он уж не настолько вы дебилы чтобы не поверить в то что реальность это наука кашковского я просто смог собрать эти снежки по знаний чтобы получилось то что у меня получается и у меня нету науки что у меня воротоз съедает семьи нет у меня за всю жизнь не было так первый вопрос который я задал себе в ташкенте почему у меня нет проблем с воротозом именно благодаря ташкенту ведь эту вентиляцию то я притащил сюда в швецию а она здесь подтвердилась так вот сравните ташкент который зимы бывают плюсовые взяток еще в ноябре может быть ты можешь мед качать в ноябре это особенно последние годы было тогда 15 лет назад я в ноябре мед качал падевый и здесь он при этих условиях но еще удивляет то что вы умничаете когда с этим отцом а что вы не по ум вот включите блок Сенцова там есть канадец как вы его обзываете канадец а это пчеловод вот это действительно ученый его не обзовешь пчеловодом это ученый и какую науку он вам начинает раз вот туда давайте напишите ваши комментарии ваши познания сделайте одолжение блок Сенцова юан степлер они переводят его и какую науку он открывает я недавно три дня назад один блогер у вас есть 129 129 тысяч он такие байки про воротозу стал рассказывать меня от того что возмутился я ему написал откуда у тебя такие познания Кашковский об этом ничего не говорил что эти болезни называются назематоз на что он отвечает назематоза вообще это вообще не болезнь и она не проявляется так вот уважаемый зайдите на блок Сенцова и послушайте канадца и послушайте внимательно Кашковского который на протяжении всех лечений которые у него есть в лекции все сводится к этой страшной болезни конечно там еще море других которые он приводит в пример там их тьма тьмущая но назематоз это не это не семечки полузгать не а у канадца там такая наука там такие термины что у вас в этих поднебесях вы даже знать об этом не а это простой пчеловод у него свои опыты так там ученые канады над этим голову чешут там совместно государство и пчеловодство они вместе они рядом их никаким боком это одно одно целое а вам Кашковский в этой лекции лечение пчел он вам русским языком говорит что Медведев со своей командой сегодня ломает и рушит все то что еще еще хоть что то есть это все сегодня уничтожается вашим Медведевым и его командой и вы предъявляете Кашковскому что вы такие умные ну зачем вы ребята зачем на отца руку то поднимаете поэтому я извиняюсь что может быть что то я неправильно говорю но воспитание не позволяет промолчать сегодня сейчас я на этом я заканчиваю наверное что то не договорил или может переговорил но продолжать что то не смогу так что надо успокоиться и я вам отвечу на кое какие вопросы так что пока пока